Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожает ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, что скажет, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению, никак, ибо иначе как Богу судить мир? Такими словами апостол Павел продолжает свое рассуждение, направляя это послание к римской общине, как мы говорили с вами и на прошлой встрече из города Каримфа. И увидим, что он остро поднимает этот важный тогда вопрос, который был в первую очередь в римской общине, где были как иудеи, так и язычники, римляне. И вопрос о том, надо ли человеку соблюдать ветхозаветный закон, надо ли соблюдать все предписания, более трехсот митцвод, которые содержались в ветхозаветном законе, или нет. Видим, что апостол Павел начинает с того, что говорит, какая польза действительно быть обрезанным или не обрезанным. Далее говорит о том, что есть ли в этом преимущество, и говорит, что есть. В чем же преимущество? Разве в том, что было, в общем-то, уже разрешено на Иерусалимском, первом Иерусалимском апостольском соборе, что обрезание никак не влияет на спасение человека, об этом записано в книге «Деяния апостолов», 15 глава, 28 стих. Этот вопрос был поднят и разрешен, но апостол здесь говорит совсем о другом, что иудеи имели преимущество принять Спасителя, Мессию, о котором было сказано в словах пророчества. Поэтому так он говорит, что великое преимущество во всех отношениях было быть иудеем, чтобы принять Христа Спасителя, потому что им было верено Слово Божие. То есть они были знакомы со всеми пророчествами Ветхого Завета, как и с большими пророками, как и с малыми, как и с пророческими книгами пророка Исаии. Они знали первое обетование, которое уже прозвучало, как только человек в лице Адама, человечество в лице Адама и Евы пали и отпали от Господа. Это Бытие, 3 глава, 15 стих. Этот пролог, о котором мы с вами говорили. «Вражду положу между мною, тобой, между семенем твоим и семенем ее. Она будет поражать тебя в голод и будет жалить ее в питу». Все они понимали, что речь идет здесь о Спасителе, который поразит дьявола на Голговском кресте и освободит человека от влияния смерти, которая в православном мировоззрении смерть рассматривается как отрыв человека от Бога, отрыв его бессмертной души. Вот что и смерть. А не просто, как существуют сегодня разные такие лживые мнения о состоянии небытия. Что смерть — это якобы состояние небытия. Итак, мы видим, что апостол именно поэтому в этом отношении говорит, что быть великое преимущество действительно было у идеям, чтобы принять Спасителя, потому что у них это было все на слуху. И он будет это дальше продолжать рассуждать, потому как он говорит, что елены, они поступают, или язычники, или римляне поступают по закону совести, который есть в каждом человеке, потому что все люди произошли от одних прародителей Адама и Евы. Сегодня, между прочим, я уже об этом как-то говорил, есть целые научные доказательства. Мы, по-моему, упоминали уже как-то о Ребекке Канн, доктор биологических наук, специалист в области микробиологии. Есть даже такой термин, уже возник в микробиологии, как «медохондриальная Ева». То есть оно не только теоретически, но и в лабораторных исследованиях, исследования человеческой ДНК доказывают, что весь род человеческий, он действительно произошел от одной пары людей, Адама и Евы. Итак, апостол рассуждая, здесь говорит дальше о том, что каждый человек лжив. Действительно, только Бог праведен, и все люди согрешили. Он хочет сказать именно это, что иудей или рязычник, все люди находятся под этой клятвой греха. Как это и будет выражено им немного позднее, в пятой главе, до которой мы с вами, если Господь позволит, и будем живы, дойдем в нашем исследовании. Это пятая глава, двенадцатый стих, где сказано «все согрешили». И здесь он скажет «все согрешили, лишены славы Божьей». И тут, в пятой главе, двенадцатый стих, он так и говорит, «посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили водами». Здесь он в этом смысле и говорит, что всякий человек — ложь. Свидетель Киприан Карфагенский пишет по этому поводу следующее, дает толкование на четвертый стих, цитата. «Если всякий человек лжив и лишь Бог верен, то что должны прежде всего делать мы, слуги и священнослужители Божии? Как не оставить человеческое заблуждение и ложь, и соблюдать заповеди Господни, пребывать в Боге?» Конец цитаты. Действительно, как об этом напишет тот же апостол Павел, о церковнослужителях и священнослужителях, от них особое, к ним особое пристальное внимание и лежит особая ответственность, особенно на священнослужителях, как сказано, «поражу пастре» и рассеются овцы. Поэтому Киприан, святитель Карфагенский, так и призывает оставить мы, слуги и священнослужители, оставить человеческие заблуждения и ложь, и соблюдать заповеди Господни, пребывать в Боге. Итак, продолжает апостол Павел, «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же и судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые износловят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Апостол Павел касается очень важной темы. Он говорит о том, не делать ли нам, то есть не призывать ли нам людей верить во Христа какими-то лживыми поступками или лживыми делами, или манипулируя человеческим сознанием. говорил, и снова об этом повторю, что всякая манипуляция в духовном просвещении, в миссионерском служении отцами церкви осуждается. И христианин не может прибегать к этим практикам. Поэтому апостол здесь так и говорит, если моя... Он, видите, как говорит, если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня судить, как грешника, то есть он задает этот вопрос. Но здесь есть и другой подтекст в словах апостола Павла. Об этом пишет истеритель Иоанн Златоуст. Апостол Павел здесь как бы говорит, если мы в чем-то согрешаем, и Бог нас за это наказывает, действительно наказывает, и этим самым люди видят, как бы что наказываются грешники, и возвеличивается Бог, что Бог, как говорят, не тимошка, в русской пословице видит немножко. То есть действительно, что Бог не пропускает никакого деяния, либо наказывает человека в этой жизни, либо по своему промыслу сохраняет до определенного момента, и этим самым показывает свою праведность. Но это не означает, говорит апостол Павел, что мы должны делать грех, чтобы прославить Бога. Поэтому он и говорит, как об этом некоторые пустословят. Итак, как написано, 10 стих, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с путей своих». Как он здесь пишет, он здесь цитирует Псалом Давида, 13-й Псалом и 52-й. «Все совратились с пути до одного, нет ни одного, гортаниха открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их». Приводя вот эти стихи, взяв их из книги «Псалтирь» у псаломопевца Давида, видим, что здесь есть на что обратить внимание. Например, он говорит, «Гортаниха открытый гроб». Мы помним, что спаситель обличал книжников-ворисеев, говорил о том, что они как гробы, сверху красивые, а внутри мертвые. Но гроб, он всегда закрыт. А здесь апостол, приводя цитату из псаломопевца Давида, говорит об открытой гортани, что эти люди, они хуже даже. Одно дело, гроб закрыт, и там вся мертвость, и ее не видно. А другое дело, гроб открыт, и вся мертвость и зловоние, соответственно, не только видны, но и чувствуя человека. О чем здесь хочет сказать апостол Псал? Павел, он говорит, что это более страшное состояние человеческой души. Хотя и то страшно, когда человек скрывает грех в себе и не раскаивается в нем. Но он хотя бы не подает соблазн другим людям. А открытый гроб — это когда люди кичатся своими грехами. когда они начинают, вот лучше бы этого не слышать, когда едешь в общественном транспорте. Один молодой человек похваляется другому молодому человеку, сколько он вчера выпил, и со сколькими он там и с одной, и с второй, и с третьей. То есть и ха-ха, и хи-хи. То есть они даже и не стесняются, говорят об этом громко, люди слышат. То есть, или один человек говорит другому, как он обманул там другого человека, сделав какую-то сделку денежную, да, и взял там такую лихву, и вот как я его и похваляется этим грехом лихаимства. Поэтому здесь, приводя эти стихи, можно на это обратить внимание, как говорит апостол, цитируя апсалом певца Давида, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их брыстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. То есть здесь подводится еще и общий знаменатель, к чему это все приведет, к разрушению и к пагубе. Человек думает, что кого-то обманув или насладившись грехом, он как-то удовлетворяет свое состояние, свое вот это желание сладости, свое желание обогатиться, но на самом деле он только творит себе разрушение. Но надо здесь сказать, что вектор сам направлен в человеке правильно. Человек ищет чего-то такого доброго, чего-то благодатного, чего-то сладостного может быть, но если это говорить с духовной точки зрения. Ищет богатство, как сказано у ангелиста Луки, когда он приводит слова Спасителя, где Господь говорит, в Бога богатейте. То есть сам вектор-то, в общем, человеческое стремление направлен в нужную сторону, но только источник, из которого человек собирается черпать сладости, собирается черпать богатство, он не тот. И этот источник, он только вредит человеку, человеку, как и сказано, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Не знают пути мира. Действительно, того пути мира, о котором говорил Спаситель. Мир даю вам. Не так, как дает этот мир. То есть представление о мире, представление о мире в душе, о мире с людьми, оно в этом, у людей этого мира, оно совсем другое. Оно противоположно. То, что преподает христианство, и чему учит Церковь Божия. А все из-за чего? Вот 18 стих, он здесь ярко говорит. Все из-за чего? Нет страха Божия пред глазами их. Помните книгу притчи Соломона? Начало премудрости, страх Господень. Что это за страх? Мы очень много об этом рассуждали, когда исследовали книгу притчи Соломона. Это страх благоговейное понимание того, что над всем есть Бог, и всем он движет и знает. Все глубины внутренности человеческие, все им создано, все им стоит и все им держится. И все тот видимый и невидимый мир, все в руке Божьей. И когда человек этого не понимает, конечно, никакого страха Божия у него не будет. А раз не будет страха Божия, не будет и мудрости. Потому что это начало мудрости. Ну, как знаем, как продолжает апостол, рассуждает в 19 стихе, «Ну, как мы знаем, что закон, если кто говорит, говорит к состоящим под законом, так, что заграждает всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Действительно так. «Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Здесь апостол Павел дает четкое понимание, зачем нам дан закон. Законом познается грех. Что это значит? Ну, если бы мы знали, например, что прелюбодействовать — это грех, если бы мы не знали об этом, не было написано в законе не прелюбодействие, откуда бы мы узнали, что этого нужно остерегаться и не делать? Если бы мы не знали из закона Моисея, скажем, из десятисловного хотя бы закона, что почитает своей мать, откуда бы мы это знали? Есть, конечно, внутренний голос даже у язычников почтения к своим родителям, но иногда дьявол так искажает заповедь, что в языческих религиях, наоборот, те родственники, которые болеют, они их убивают. То есть и это есть. Поэтому заповедь, она нам дана, как пишет апостол Павел, и закон, чтобы познавать, что такое хорошо, а что такое плохо. И на самом деле сегодня кризис этики, я имею в виду светской этики, он не в том, что люди знают, что такое хорошо, и что такое плохо, и не поступают, а в другом, что люди сегодня говорят, нет критериев, все относительно. Это так называемая философия релятивизма. Все относительно. И она, вот эта, идеология Нью Эдж, она звучит так, попробуй, если это тебе нравится, значит, это хорошо. Вот по этим критериям определяется, что хорошо, и что плохо. Совсем иначе в тот мир, который дает Бог христианской душе. Здесь все понятно. Вот он грех, приступать его нельзя. Но, как говорит здесь апостол Павел, законом мы, даже соблюдая закон, мы не оправдываемся, а только благодатью. Почему? А потому что, как об этом скажет тот же апостол Павел, хочу делать доброе, но не могу. А злое, которое не хочу, делаю. Потому что человек, который глубоко исследует свой внутренний мир, он понимает, что даже с мыслью, которая, вот сейчас вроде все в порядке было, а тут и сквернословие проникло, и блудная мысль, он к тебе подкинулась, и еще какая там гадкая, и только думаешь, Господь помилуй, я же не хотел об этом думать, и вообще не собираюсь об этом думать, а вот она. А иногда так засядет, что и не отвяжешься, и Иисусовой молитвой, и по-всякому, она все там вот как назойливая муха. Так и брончит над ухом. Поэтому апостол и говорит, что мы не можем законом управдаться. Законом можно только познать, что есть грех, и отвращаться от него, а только по благодати Христовой. Поэтому Христос пришел, и умер на кресте, и пролил кровь, и воскрес, и церковь свою здесь на земле, создал, и таинство нам дал для подкрепления и преодоления благодатью Христовую, чтобы мы могли преодолеть грех. Многие даже из нашей такой немощной, и, в общем-то, скупой в христианском отношении жизнью, скупой любовью по отношению к Богу, и то мы с вами знаем, что когда мы приступаем к таинству, к исповеди, к причастию, ну, как-то, да, немножко так окрыляешься, но проходит какое-то время, и опять мы впадаем в эти же грехи. И часто бывает так, что повторяем одни и те же грехи. Иногда они как-то приглушаются, ну, чтобы вот преодолеть какую-то страсть, здесь, конечно, надо много потрудиться в приготовлении к тому, чтобы достойно, насколько это возможно, воспринять благодать Божию через таинство, преподаваемое нам в церкви. Поэтому апостол так и говорит, что законом познается лишь грех. То есть законом мы знаем, что мы хотя бы движемся вот в правильном направлении. Вот и все. Но ныне, говорит он, так он и подтверждает вот эту мысль в 21 стихе, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствовал закон и пророки. Вот о чем он говорит. То есть тот закон, о котором свидетельствовала правда Божия, о которой свидетельствовал закон и пророки, она теперь явилась к кому? Во Христе. Так и скажет в 22 стихе. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. во всех и на всех верующих, ибо нет различия. То есть, он говорит, теперь уже нет различия. Иудеям когда-то было вверено. Кто-то принял, и хвала, и честь, и слава у Бога. А кто-то отверг. Так и язычники. Кто-то услышал, кто-то принял, а кто-то отверг. Но в чем преимущество было Иудея? А в том, что он это знал с молоком матери. Вот в чем преимущество было. Что им было вверено, как говорит апостол по слову Божию. Здесь вот звучат иногда страшные слова. Кому много дано, с того много спросится. Вот здесь иногда так всегда преподаватель или священник всегда должен об этом особенно помнить. Потому что кому больше дается знание и познание, с того много спросится в день суда. Потому что все согрешили. Опять повторяет эту мысль апостол Павел. Все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати, его искуплением во Христе Иисусе. Действительно. Что наша праведность, как скажет тот же апостол? Что наша праведность? Она как запачканная одежда. Ничего доброго по сути мы сделать не можем. Во всей полноте, во всей чистоте. Что вы скажете, как это так? Даже вот Макарий Великий преподобный уже говорил об этом. Первая молитва в молитвословии. Он говорит так. Господи, як и ничего перед тобой доброго я не сделай. Боже, милости буди мне грешному. Боже, очисти меня грешному. Да, звучит. Як и не кориже створи благою пред тобою. Ничего доброго кто? Макарий Великий. В одной из бесед мы об этой говорили. Об этом я уже не помню какую книгу. Например, действительно яркий. Кто такой был преподобный Макарий? Ангел на земле. К нему так и относились, в течение, как ангел. А он видел. Он видел в себе, что, сделав какое-то добро, в мыслях он уже себя возвысил. И над этим плакал. Что? Сделав добро, вроде бы хорошее дело. А сам возвышением уже его и погубил. Поэтому ни одной добродетели в этой жизни, в чистоте, в полной чистоте и в полном абсолюте мы сделать не можем. В этом смысле надо наблюдать за собой. Чтобы, делая добрые дела, мы сами себя бы и не погубили, возрастая в гордости и таком самомнении. «Которого Бог предложил, продолжает апостол, в жертву милостивления и кровь его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к покаянию правды его в настоящее время доявится он праведным и оправдавшим верующего в Иисуса». Вот. Вера во Христа. Можем привести примеры известные. Помните тот сотник, который был, да, у которого был болен слуга. Он говорил, я даже не достоин, чтобы Господь зашел под мой кров. А это был человек сыновитый, у него сотни человек были. В подчинении. Но он любил своего слугу и заботился о нем по-христиански. Закон у него был начертан в сердце. Потому как пишет, снова повторю, Ава Дорофея, что при сотворении Господь вложил в человека вот эту искру Божию, которая называется совесть. То есть естественный закон. И у каждого человека, даже который никогда не открывал Священное Писание, этот закон есть. Потому что человек был, хотя он искажен, хотя он там так интерпретируется, что не дай Боже. Но тем не менее, он есть. И где-то что-то иногда человека останавливает. Если бы его совсем не было, если бы не было милости Божьей по отношению к нам, род человеческий давно был обречен уже на погибель. Поэтому останавливает этот закон, говорит, стоп, здесь вот этот предел переступать нельзя. И в этом смысле апостол так и говорит, что во время долготерпения Божия к подзаказанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующих во Иисуса. Бог долготерпит. Бог долготерпит. Где же дальше помнит, где же дальше, пишет апостол в 27 стихе, где же тот, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Законом веры. Тот же разбойник, сотник, разбойник, что говорил? Вера твоя спасла себя. Язычница, кровоточивая, подошедшая к Христу, прикоснувшись к Нему, знала, что она о заповедях? Вот читала ли она там с утра до вечера Тору? Да нет. А что произошло с ней? Она веровала во Христа. Закон совести внутренний подсказывал ей это. Закон совести ей подсказал, что вот это хорошо, и вот Он спаситель. Но прежде тот голос Божий, та благодать, которая коснулась ее, и когда она уже прикоснулась к Христу, она уверовала в Него. И тогда ей Христос говорит, вера твоя спасла тебя. Я уже не буду говорить о разбойнике, висящем на кресте. Кто такой был? Душегуб, страшный человек. И первый вошел в рай, потому что уверовал и покаялся. Покаялся. Обратился ко Христу. Что такое покаяние? Обращение. Обращение к Богу. Как оно может быть, обращение? В разных формах. Просто сказать, Господи, помилуй. Потом, вчитываясь уже, если Господь продляет жизнь в строки Священного Писания, прибегая к таинствам. Здесь у каждого нет ни одного человека, у которого путь был одинаков. Мы все очень разные люди. И у всех разный путь. Но он один. Во Христе. И Христос говорит сам о себе. Я есть им путь истинной жизни. Но по милости своей, Господь всех ведет по-разному. Где, говорит, чем бы хвалиться? Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только не язычников? Конечно, язычников. Конечно, язычников. Он здесь, видите, как аккуратно апостол Павел с чего начинает, с чем завершает. Как бы им дано слово Божие, у них есть преимущество. А теперь говорит о том, что, в общем-то, перед Богом и перед верой во Христа здесь нет никакого преимущества. Бог, потому что и Бог и язычников, и иудеев, и татар, и узбеков, если хотите. Всех Бог хочет призвать в свою милость. И мы знаем, вот миссию церкви, пожалуйста, можете посмотреть, вот миссионерское служение в Золотой Орде. Это же было удивительно, когда там Кирилл Ростовский, епископ, Александр Невский, святой благоверный князь, там была целая епархия, Сарайская епархия, она так и называлась. А вот в Москве, Крутицкое подворье, когда уже обращались татары становились православными, там были браки, князья женились, дельные князья. А Крутицкое подворье было, это было подворье как раз Сарайской епархии, да, которое находилось в Золотой Орде. Поэтому Бог хочет призвать всех в чудный свой свет. И нет никакой разницы, ни в какой национальности. Но очень многое зависит от человека. Бог стучится в сердце, как он в книге Откровения сказано, так как он и говорит, «Се стою и стучу, и кто услышит голос мой, тот отворит». И в послании апостол Павел к евреям говорит, «А вы не ожесточите сердце ваше, если слышите этот призыв, идти в храм, зайти туда, не ожесточайте сердце». Это не просто вам пришло на ум. Бог призывает, каждому человеку желает спастись. «Потому что один Бог», пишет апостол в 30 стихе, «потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру». И так заключает эту главу. «Мы уничтожаем закон верою» и отвечает сам на этот вопрос. «Никак, но закон утверждаем». Такие слова, такое послание, такое наставление, такое рассуждение. Что наша праведность ничего не значит. На что же нам уповать и надеяться? На милость Божию. Как и в другом стихе апостол скажет так. «Блажен человек», цитируя того же послалопевца Давида, которому Бог не вменит греха. Поэтому самая короткая молитва в устах и в уме православного человека это «Господи, помилуй». На что мы еще можем уповать? На веру во Христа, на милости Его, соблюдая Его заповеди, стараясь соблюдать Его заповеди, понимая, что этим мы не оправдаемся, а только милости Божией. А заповедь, как и здесь пишет апостол Павел, «зачем дан закон?» Законом всего лишь на все познается грех.